Продолжение следует... Спасибо за приглашение. Хочется сказать, что участие в этих конференциях практически всегда становится таким хорошим стимулом, чтобы обратиться к материалу, который вот так в такой текучке не всегда и затрагивается. Несмотря на то, что о балтославянских заговорных параллелях уже довольно много и хорошо сказано, в том числе Мария Завьялова, Татьяна Акапкина и Дайва Войткевичения, тем не менее обращение к этому материалу сегодня даже не столько позволило мне уже сделать все ответы на вопросы, сколько эти вопросы поставить. Я буду говорить о заговорной традиции, конечно, белорусов. Эти традиции на сегодня, можно сказать, что они сегодня живые, разнообразные, и они достаточно хорошо изучены, но тем не менее вот этот аспект балтославянских параллелей позволил немножко по-другому посмотреть на само диалектное членение заговорной традиции. На сегодня в Беларуси мы собрали уже довольно значительный объем фактического материала, который позволяет говорить о том, что заговорная традиция вот на территории Беларуси, она далеко не однородная и характеризуется довольно такими четкими ареалами. Правда, резких границ между этими ареалами нету, они плавно переходят один в другой, но тем не менее, вот если взять там, где восточные Аполлесии, вот где Гомелю написан, то есть юго-восток Беларуси и северо-запад, вот как раз граница с Прибалтикой, то мы можем говорить, что отличий вот между этими двумя традициями больше, чем сходств, несмотря на то, что это единая белорусская традиция. Хоть я и, или все-таки вернусь пока сюда, может, не и когда говоришь о духовной культуре, статистика не всегда служит или помогает, но тем не менее здесь выявились абсолютно любопытные вещи, то, что даже количественный показатель, число записанных заговорных текстов Витебщина, там вот, или лучше сказать, пограничье с Литвой, с Латвией небольшой кусочек. И вот восточное Аполесье, количественное сопоставление не в 2, не в 5, не в 50, а в 100 раз полесских записей больше, чем пограничных. Конечно, можно было бы говорить, что недостаточно хорошо исследованной традицией. Тем не менее, именно территория Гроденщины и Витебщины, запада Витебщины, она выделяется необычайно богатым песенным материалом, сказочным материалом. И даже магическая составляющая народной медицины собранная и описана прекрасно. То есть сказать, что там белые пятна, просто нету записи оттуда, это неверно. Нету именно заговоров. То есть их не нету, может быть, совсем, их сложно записать. Хотя и есть довольно целый ряд самых разных факторов, которые вот и обусловили такое неравное распространение. Можно говорить, или может даже на первое место поставить, довольно сильную позицию католической церкви именно в тех регионах, когда не только священниками, но и значительной частью верующих отрицается сама эта ситуация обращения к магическому слову. Но действуют и внутрикультурные факторы. То есть, собственно, традиция магического лечения, она вот по этой диагонали Беларуси, она разная еще и в том, что вот здесь на Западе существуют установки запрета на передачу магических знаний просто, ну скажем, собирателю или случайному человеку. То есть существует представление о том, что вот знахарь, шептун после такой вот передачи потеряет свою магическую силу. Если же обратиться вот сюда, на восток, на юг Беларуси, там тоже внутрикультурные факторы, которые опираются на особенности мифологического миропонимания. Там наоборот. Вот деревенские бабушки, когда приходишь, они охотно делятся знаниями, понимая, что в некоторой степени, если вот эти знания не будут передаваться, это не просто пропадет, но и, собственно, им будет сложно умереть, как это не страшно или удивительно звучит. Для восточно-белорусской знахарки существует представление о том, что магические знания не нужно уносить с собою. Как одна бабушка мне сказала, что ей приснился Бог, это довольно такой распространённый сюжет, и сказал, «Не неси свои лякобы в запесочный отдел». То есть если это так перевести, что не уноси своё вот лекарство, свою помощь, ну, в запесочный отдел, понятно, то есть на тот свет. Ну и, конечно, надо понимать всю традицию такую, или ситуацию демографическую в Беларуси, или вот эту резкую, такую резкую депопуляризацию деревни, когда уже этим старушкам некому передавать знания. То есть они открыты для этих разговоров. На Западе этого нет. Тем не менее, когда... Может быть, сюда... Когда мы только начинали выделять ареалы, диалектные зоны на территории Беларуси, то во многом опирались на крупные реки. То есть это были такие ориентиры, которые выступают как границы, существенные для диалектного разграничения. Потому что на ранних этапах этнической истории, когда расселение и миграционные потоки были напрямую связаны с долинами рек, наверняка этот фактор играл существенное значение. И вот когда были на карту положены представления о некоторых болезнях, которые сопровождались вербальным лечением, то есть такие сгустки заговоров, вот здесь несколько представлены на карте, и потом на них сверху накладывались племенные границы. Вот так вот это седка раз, и просто вот такой то ли восторг, то ли удивление, когда видишь, как вот некоторые ареалы, связанные с той или иной болезнью, и, соответственно, заговорные сюжеты и мотивы укладываются вот в эти границы. Хотя, конечно, мы хорошо понимаем весь процесс развития, распространения, то есть только исходить из этого было бы неправомерно. И что самое важное, вот я снова возвращусь к началу своего доклада, то, что заявленная тема, как бы и даже лично для меня, выявила довольно необычную картину. Когда вот я искала, выявляла те параллели, которые, возможно, остались бы невыявленными после уважаемых коллег, и на карту стали наноситься ареалы самых ярких белорусских заговорных сюжетов и мотивов, которые выступают как бы такой визитной карточкой белорусской заговорной традиции, то вот они так резко идут, идут, вот занимают почти всю территорию Беларуси, и потом, не доходя до границы, ну мы понимаем условность всех этих границ особенно, ну в общем-то с двух сторон. И потом вот эти мотивы резко обрываются, оставив вот такую незанятую полоску. И поэтому вот на повестку дня стало описание именно заговоров западной Беларуси. Да, их мало. Они, как и соседние литовские, они краткие, они чаще всего это один сюжет, или сюжет практически стопроцентный, даже один мотив, чаще всего формульные. Поэтому и говорить о таком необычайном, вот, и необычайной представленности мотивной тоже не приходится. Однако, тем не менее, основные закономерности заговоров в западной Беларуси уже вот даже на этом этапе можно о них говорить. То есть это часто формульного характера тексты. На общебелорусском фоне, конечно, это часть нашего такого корпуса, но тем не менее и довольно самодостаточная в общем-то такая общность. Она стремится к заклинательности, так как и соседняя литовская традиция. Нарративных заговоров вот с ярким мотивом мифологического центра здесь крайне мало. и даже можно говорить, что, возможно, это более поздние или которые пришли сюда. Событийность обеспечивается прежде всего мотивом пути сакрального персонажа. Учитывая, что это зона преимущественного населения, католического населения, и даже заговоры, которые записывались от белорусов-католиков, они выявляют вот такой самый распространенный мотив. Это «Ишла Божья Матка с золотыми мосточками, опирающаяся золотыми киёчками». И вот еще такой сигнальный как бы мотив заговоров Западной Беларуси, своеобразный зачин, это когда идет Божья Мать и ведет за руку Христа. И вот этот зачин, он при болезнях самых разных функциональных групп, и вот он в каждой или в большинстве групп дает такие удивительные продолжения. Читаешь или слышишь от бабули вот такое восторг, умиление, и будет это даже неожиданно. «На свиньшая матка по мору и шла, Иисуса Христа за ручку вела, На кладочку встала, Тая кладочка зыбнулась, На свиньшая матка злякнулась, Кладочка на место стань, Кто больной, на место стань». Я думаю, понятно из белорусского языка тоже. То есть здесь вот для заговоров в этой части представлен мотив пути, как и в соседних литовских, в некоторой степени латышских заговоров. Однако отсутствует... Нельзя говорить вообще, когда говоришь о заговорной традиции, нельзя я... То есть даже когда я говорю «отсутствует», это не значит, что стопроцентно отсутствует. Конечно, есть разные тексты, но единичные. Я больше говорю о тенденциях. Отсутствует диалог между сакральным персонажем и больным человеком или между двумя сакральными персонажами, что определяет западнославянские заговоры и далее, скажем, немецкие заговоры, уходит дальше в Западную Европу. Здесь это скорее просто описание мотива пути персонажа. Несколько... Вот я далее попытаюсь выделить несколько таких ярких мотивов или сюжетов, которые находят параллели белорусские и литовские или же латышские. Ну, например, формула, когда один человек испортил другого, а три, но уже не человека, сакральных персонажа, божественная троица будут помогать. Один человек урок от Рея Дракуть, Бухой Отец, Бух Сын Божий, Бух Дух Святый. А для этой территории Западной Беларуси особенно заметными на общебелорусском фоне, где таких формул просто нет, являются образы святых ран, ран Иисуса Христа. Они подъездят подобные мотивы в литовских заговорах. Например, из условий крепкие раны солнце всходит и заходит, нехай тахону, там боль проходит. То есть это тоже маркер именно заговоров с этой территорией, которые находят продолжение дальше в литовских заговорах. Здесь некоторые примеры. Конечно, даже вернусь сюда, как раз больше всего параллели те, которые связаны с христианскими мотивами и образами. То есть мы видим просто местную, локальную реализацию единого фонда, характерного и для Западной Европы. Вот мотивы, особенно если взять очень заметные, популярные в немецких заговорах, в эстонских, конечно, скорее всего, заимствованных из немецкой традиции. мотивы связаны с тем, как Иисусу Христу пробивают Бог копьем, из него потекли кровь и вода, и потом вот этот яркий образ послужит средством своеобразного исцеления. То есть у нас это встречается только на Западе, дальше этого нет. Говорить, что, возможно, это пришло только с католиками. Если же дальше посмотреть на мотивы и формулы сюжета, не связанные напрямую с христианской историей, то мы также наблюдаем целый ряд уже более универсальных, скорее всего, типологически схожих манипуляций. Ну вот, например, как манипуляции с узелком, с вывязыванием, с выгрызанием. Например, такая вот болезнь, как грызь для и у белорусов очень широко, и у литовцев, причем она сопровождается ритуальным диалогом. Этот диалог это тоже своеобразное универсалие, однако вот фактически одинаково выражается. Однако, что любопытно, если на территории Литвы заговоры при грызи, я опиралась на сборник, дай выводки лечения, это на литовском языке, конечно, заговоры, но абсолютное большинство, то есть фактически там, скажем, шесть седьмых всей массы записанных заговоров это пограничные районы с Белоруссией, это Швенчинский район, Игналинский район, а потом собственно Вильнюсский район. На территории Беларуси этот же сюжет представлен на этой карте, то есть он не локализуется именно вдоль границы, это довольно обычный сюжет для всей территории Беларуси. Еще один маленький сюжет, который повторяется практически идентично у белорусов и у литовцев, то есть это не христианские образы, когда бородавки надо увидеть, когда два человека едут на какой-то упряжке, то надо сказать, вы едете у двух, нати мою бородавку третью. То есть такая параллель. Утверждать, что это заимствование пока в общем-то невозможно. Скорее всего это типологические соответствия. Хотя кто знает. Еще одно яркое соответствие, которое характерно прежде всего для Западной Беларуси, хотя и не та узенькая полоска, это сюжет «Христос сошел праздвес, не укусил ягонияки песок, не укусил Христа, не укусил имяни». Даже уже вот здесь или этим можно продолжать вот эти собственно примеры, однако и те, которые я показала, они выявляют довольно любопытную закономерность, что наибольшее число соответствий они не вдоль рядышком, не рядышком вдоль границы, то есть с литовской где-то территории, а с белорусской территории не возле границы, а достаточно дальше. Такая же ситуация наблюдается вдоль белорусско-польской границы, когда существует целый ряд заговорных сюжетов или там представлений даже о той или иной болезни, очень популярные у поляков, разработанные и такая ритуальная составляющая и вербальная практика, пограничей ничего нету, а потом выплывает где-то у нас в центральной Беларуси. То есть эта закономерность обнаруженная, она пока еще только на уровне вопроса. Если более обратиться к белорусско-латышским параллелям, то здесь можно назвать представление о золотнике. Золотник — это такая болезнь внутренних органов, но если взять заговоры, они есть, эти заговоры есть и у литовцев. Тоже есть параллели, однако наибольшее количество параллелей наблюдается как раз между белорусской и латышской традицией. Там целый ряд и на уровне эпитетов, мотивов большое количество здесь это как бы фактически случайный пример. Однако снова что любопытно, в Западной Беларуси они даже не знают слова «золотник». То есть это там порушение, они не знают слово «матица», как у латышей. Снова мы видим вот эту пустую территорию в этом плане. Центральная Беларусь, латышские заговоры, там фактически каждому доступному не латышскому тексту, прежде всего из собрания Трейланда, то есть можно найти параллели в белорусской традиции. Практически к каждому мотиву, а может и к каждому мотиву. Еще одну параллель, которую тоже хотелось бы назвать, сюжет о сакральном персонаже, прежде всего Иисус Христос или Божья Мать, которые идут и несут три рожи. Этот сюжет относится к числу европейских универсалей. Он известен по всей Европе с незначительными колебаниями. Однако у Северной Беларуси, Латвии выявляет немножко модифицированный сюжет, когда уже не сакральный персонаж идет и несет эти рожи, а они идут сами. То есть активность приписывается собственно болезни, они идут, потом пропадают. То есть Северная Беларусь там огромное количество. То есть это как бы фактически каждая деревенская знахарка имеет в своем репертуаре такой сюжет. Например, очень распространенная и шло три рожи простреполи. Одна стала, другая спала, а третья совсем пропала. То есть здесь вот эта активность самой болезни, которая потом пропадает, она магически программирует выздоровление человека, но это уже несколько модификаций сюжета, и что любопытно, вот здесь несколько параллелей из латышской традиции. У литовцев не нашла, возможно, тоже есть. А если здесь по презентации идут фотографии, это наиболее яркие мои информантки, наиболее такие белорусские целительницы последних пятидесяти лет, которые особенно запомнились. Сегодня как бы еще один вот такой хороший повод поклониться им за за все, за то, что сберегли, за то, что помогают и так далее. Еще одна параллель на уровне белорусско-латышская. Образ святых дев, вот скулы, кожные заболевания, хорошо о них уже написала Мария Завьялова, но любопытно, что вот персонификация кожных болезней вот в таком ярком образе она есть у белорусов, когда вот именно такая персонификация сопровождает кожные болезни это скулой. Ну, здесь один из примеров, хотя можно продолжать. Уже на уровне мотива, мотив о трех девах. Есть у литовцев, возможно заимствованы у латыши, у поляков, есть у латышей, но здесь один, но их гораздо больше. У белорусов мотив трех дев или трех женских персонажей, помощниц, относится к числу наиболее продуктивных. Вот на этой карте представлена степень фиксации или плотность фиксации, хотя наверное еще не все нанесено на карту, может что-то осталось. Но уже заметна вот сосредоточенность, популярность в каких регионах и в целом вот такая разработанность. Этот мотив или образ тоже входит в число наиболее популярных в целом европейском фольклоре, который полнится сюжетами о трех женских персонажах, трех девах, у каждой из которых своя роль и которые вероятно продолжили дохристианские представления о богинях и духах судьбы, войны, матрон в греко-римской и немецкой мифологиях. Один из слоев мировоззренческого фундамента несомненно принадлежит в целом мифологии рукоделия, которые в широком европейском и шире пространстве прочно сохраняют смысл предения судьбы в соответствии символики нити и жизни. Я, может, не сказала, что преимущественно эти девы, именно которые одна шила, другая продета, а третья допомагала. Или там одна шила, другая вышивала, а третья допомагала. Женщина-рукодельница с античных времен выступает воплощением богини-создательницы. Несомненное воздействие оказал евангельский и соответственный иконографический мотив благовещения, когда Дева Мария изображалась с веретеном в руках и в дальнейшем получила функции святой покровительницы. Если обратиться к ранним европейским заговорам, мы тоже встретим ряд женских персонажей, уже начиная с первого Мерсибургского заклинания, заклинания, которое встречается у Марцелеса эмпирика, мы тоже видим этих трех женщин, которые находятся в сакральном центре, но которые связывают, развязывают, однако уже не обязательно рукодельницы. И такой обозримый сбор немецких заговоров, конечно, там есть девы-рукодельницы, однако все-таки рукоделие не является частотным. Западноевропейская заговорная традиция в ней доминирует мотив трех путешествующих дев, каждая из которых помогает при той или иной болезни. Если посмотреть на восток, взять русскую традицию, то там особенно сильно разработан мотив или трех, но чаще всего одного мифологического персонажа в сакральном центре, который занимается рукоделием и помогает при болезни. Если взять весь корпус белорусских заговоров с этим мотивом, мы видим, как довольно любопытно оказалась белорусская территория зоной пересечения столкновения западноевропейской и русской традицией, и как этот сюжет с тремя девами-помощницами начинает распределяться и по территории Беларуси, и по разным функциональным группам. На карте, где без желтеньких только красненькие кружочки, представлен мотив трех дев-рукодельниц. Одна вышила, другая вышивала. Мы видим, где абсолютный центр или концентрация этого мотива, и он расходится далее. На западной границе практически нет. Карта другая, где показаны желтые пятнышки, это обозначение, где фиксируются заговоры. Это не только одно пятнышко, один заговор, это центры, где показаны сюжеты с мотивом мифологического центра, в котором находятся эти три девы-помощницы. А красные квадратики это мотив пути трех дев. То есть опять же он вроде как начинается возле польской границы, но потом уходит по Днепру, можно пытаться искать эти изодоксы. Тем не менее повторюсь, что на данном этапе вопросы, то есть чем более начинаешь сопоставлять материал, тем более перед тобой возникает этих вопросов. Если же брать латышские заговоры, наверное, сюда вернусь, мотив трех дев там гораздо чаще, опять же, по доступному мне материалу, это девы в сакральном центре, то есть не путешествующие девы. Опять же вопрос, как на территории Европы, где шли заимствования, где у нас универсалии, где типологические параллели. Вопросов, которые еще требуют и требуют своего рассмотрения. То есть материал, который на сегодня удалось проанализировать, систематизировать и даже положить на карту, он показывает, во-первых, или акцентирует внимание к Западной Беларуси. А даже не столько к ее заговорной традиции, сколько к традиции в целом, к фольклорной традиции этого региона. И даже заговорная традиция, конечно, выступая частью общей белорусской, довольно замкнута. Что обусловило это, это пока только вопросы. Конечно, разные этнические влияния, которые здесь, конфессиональные влияния, это и католики православные, старообрядцы здесь. То есть это тоже, несомненно, оставили свой вклад. Наверное, я даже не стану завершать такими утверждающими выводами, сколько опять же скажу о том, что вопрос диалектологии белорусской заговорной традиции с учетом на балтославянские соответствия на сегодня прежде всего поднимает вопросы, сколько позволяет утверждать вот такую или сказать что-то довольно определенное. Спасибо за внимание. Я жалею, что-то объяснили, что-то это очень важно вас послушать. И я хочу сказать, что, наверное, они бы могу предположить, что сказали бы, что не нужно разделять на границы государств, а скорее проводить такие заглосы за заговорных сюжетов, мотивов и прослеживать уже их распространение на широкую территорию. Можно я немножко отвечу? Я уже здесь не стала поднимать вопрос о том, когда говорила о белорусско-литовской соответствии, что, и вы об этом хорошо писали, что вот это пограничье литовское, там вообще сложно сказать белорусские эти заговоры, литовские заговоры, или это белорусские тексты, воспроизведенные на литовском языке, или это влияние русских старообрядцев, которые там, их традиция тоже оказала значительное влияние. Я абсолютно согласна. Еще маленькое замечание, которое я хотела бы здесь сказать, я его упустила в докладе, когда даже уважаемая Татьяна Алексеевна и как бы составители сборника «Полесские заговоры», когда пытались уже первые попытки составления диалектологии белорусской заговорной традиции, они говорили белорусские заговоры, опираясь на записи, сделанные 95% в Восточной Беларуси. То есть вот это определение белорусские и полесские, когда разводились, тоже довольно странное разделение, то есть как будто болесские заговоры не белорусские. То есть тут все-таки есть большое различие между заговорами Восточной Беларуси и Западной Беларуси. Беларуси 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 Продолжение следует...